Здравствуйте, Рошад Бе, еще раз. Благодарю вас за то, что уделили нам время. Встречаемся мы с вами в рамках передачи «Без посторонних, не секрет», который выходит на телеканале CBC каждую субботу, первый эфир в 16.00. Запись наша проходит в отеле «Хилтон-Баку», здесь у нас передвижная студия. Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас в гостях Рошад Байрамов, советник, министр цифрового развития и транспорта. Здравствуйте, Хаяла, и большое спасибо за приглашение. Герой нового выпуска передачи телеканала CBC «Без посторонних, не секрет» Рошад Байрамов. В марте исполняется три года со дня назначения его на должность советника министра цифрового развития и транспорта Азербайджана. Наш герой также является международным бизнес-тренером и экспертом по ораторскому искусству. Он знает все или практически все о том, как добиться успеха в карьере и как любую беседу сделать более интересной и полезной. Поборов еще в детстве в себя застенчивость, этот удивительный человек продолжает изучать передовые стратегии личного развития и с удовольствием делится ими с другими. Я каждый раз, кстати, очень переживаю, что неправильно назову своего гостя или же его должность. И вам призналось честно, что очень переживаю на интервью с вами. Книгу все же вашу прочитала. Жаль для меня, конечно, что она не на русском языке, но благодаря тому, что она на азербайджанском языке, мне кажется, я, пока ее читала, улучшила свой азербайджанский литературный язык, потому что много интересных слов и там синонимы некоторых слов, которые я даже не знала, признаюсь честно. Рад, что книга была для вас полезна. Ну, вот как раз, переходя, если вы не против, сразу к книге. Эта книга, она называется «Правда и девять способов влиять на людей». В свободном переводе. Да, в свободном переводе. Просто вот цифра 9. Я вам до этого тоже написала в вопросе по поводу и Дейла Карнеги, и Ларри Кинга. Они также в своих книгах использовали цифру 9. 9 способов влиять на людей, или 9 слов, которые могут помочь вам. Вы работали долго над этими книгами. Как вы считаете, они также имеют такое же действие, как те книги, которые написали предыдущие авторы, которых я озвучила? Спасибо за вопрос. Я думаю, что я начну с цифры 9. Так. В действительности многие у меня спрашивают, почему не 10? 10 более красивая, ровная, такая четкая цифра. И 10 заповедей, и 10 канонов, и 10 законов звучит как-то круче. На самом деле, я в этой своей второй книге, именно не пытаясь идти вслед за маркетинговым ходом и просто искусственно расширить количество так называемых или мною предлагаемых правил влияния на людей, ограничился теми, какие считаю для себя важными и какие считаю необходимыми для изучения и для следования для моих читателей. Поэтому цифра 9, у нее нет никакой такой, знаете, магической подоплеки. Что касается того, насколько моя книга и мои советы реально могут помогать людям менять свое поведение или менять отношения с другими людьми, я тут, наверное, процитирую, точнее, поделюсь одним опытом, который был у меня буквально месяц назад. Однажды, вот сидя так в уютной обстановке с одним из моих читателей, я услышал от него признание. И это очень меня, ну, не знаю, удивило, наверное, приятно. Он сказал, Рашад, я, ну, я сам подарил ему мою книгу, и он сказал, Рашад, ты знаешь, я вот после твоего подарка взял книжку через день-два и начал ее листать. И меня затянуло, я где-то час прочитал, ну, как бы в течение часа, там, страниц 20-25, и тема, которая была одна из первых, это умение слушать. И ты знаешь, сразу после этого у меня была важная встреча с клиентом. Причем до этой встречи я очень сильно планировал, вот, знаешь, вот так вот все сказать своему клиенту, что я о нем думаю, одним словом, да, вот полностью вылить на него все. Но после прочтения этой главы я в прямом смысле вот переоценил обстановку и совершенно по-иному себя повел с клиентом. И, Рашад, ты знаешь, это сильно помогло, я на самом деле его понял. Я думаю, что на этом не могу остановиться, потому что для меня это, наверное, комплимент самого высокого уровня, который может получить автор читателя. А как вам удалось перепороть, кстати, в себе вот эту застенчивость? Вы неоднократно признавались, что вы были очень застенчивым в детстве. Да, я думаю, если говорить популярными терминами, то все-таки, наверное, я более интроверт. Ну, какие классические признаки интроверта? Я отдыхаю один, то есть я как бы получаю много энергии, когда нахожусь один. Я люблю почитать книжку, я абсолютно спокойно могу провести время один, не нуждаясь в компании других людей. При этом, конечно, я также люблю быть со своими друзьями, со своей семьей, но меня совершенно не смущает это одиночество, проведение времени самим собой. И когда я провожу большое время на работе, общаясь с людьми, я под конец дня ощущаю некую такую усталость и то, что энергия моя уже иссякает. И очень часто я ее возобновляю именно в этом таком тишине и одиночестве. Что касается моей застенчивости, да, действительно, я думаю, что в детстве я был таким стеснительным ребенком, не очень-то любил себя показывать или там тянуть руку, чтобы ответить на вопрос учителя или выйти к доске. Ну, те самые классические проблемы, которые, наверное, знакомы многим детям. Ну, по крайней мере, тем, кто нас сейчас смотрит, когда-то они были детьми, и они тоже, наверное, это могут вспомнить и как бы ассоциировать со своим детством. Как я переборол, здесь, наверное, сыграли роль два фактора. Первый – это фактор ментора. В данном случае ментором уступала моя мама, и я считаю, что она сыграла огромную роль в формировании моей личности и, в частности, в вопросе, касающемся, вот, как бы, придавания мне уверенности, передачи вот этой уверенности в себе. Ты сможешь, у тебя получится, давай, не бойся. Вот эти слова, эти выражения очень часто она использовала, и, наверное, каплей за каплей, в прямом смысле, каплей за каплей, месяц за месяцем, год за годом, эта уверенность немножко увеличилась. А второе, я помню этот разговор, когда, тоже с матерью, когда она однажды мне сказала, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, то тебе необходимо перебороть свою застенчивость и суметь объяснить кому-то свою позицию, возможно, что-то доказать, там, не знаю, продать, передать и тому подобное, убедить. И, наверное, вот эти слова, эти увещевания, совмещенные с поддержкой, у тебя получится, ты сможешь, придали мне уверенность, и потихонечку, капля за каплей, это вылилось в мою способность общаться, да и, к тому же, не только общаться, но еще и преподавать и обучать людей этому искусству. Личный вопрос. У вас двое сыновей? Да, двое сыновей. В книге об этом также говорится, Микаэл Изя. Да, Микаэл Изя, совершенно верно. Удается ли им передать вот тот опыт, который вы накопили? Я думаю, что это очень каверный вопрос, потому что сейчас, наверное, я буду выглядеть как сапожник из сапог, но на самом деле я абсолютно честен. Очень сложно иногда бывает обучать чему-то своего близкого человека, будь то сын или дочь, или пытаться дать совет супруге или супругу. Я думаю, причина в том, что наша связь с этими людьми, она совершенно иного рода, нежели связь педагога с учеником или студентом или коуча с человеком, который пришел на коучинговую сессию и так далее, или ментора. Там все-таки больше объединяет профессиональные, да, вот необходимость, желание чему-то обучиться. Здесь ты, прежде всего, этих людей любишь, ты их, наверное, глубоко знаешь, понимаешь, и попытка чему-то их обучить, она не всегда проходит так гладко. Но, естественно, я стараюсь прививать навыки и младшему, и старшему сыну, навыки общения. Не столько, наверное, выступлений, потому что, может быть, немножко рановато для них выступать где-то, но навыки общения, пытаться, ну, в случае со старшим это не проблема, у младшего немножко есть чуть-чуть стеснительность, то есть он тоже больше, на мой взгляд, интроверт, нежели старший, старший больше экстраверт. Ну, наверное, да, вот тоже не беспокойся. Вы знаете, очень важный момент, Хайл, возможно, это не совсем в нашей теме, но раз уж мы говорим на эту тему. Очень важно тех, вот если у тебя ребенок, который стеснителен, да, это мое личное замечание, пытаться максимально поддерживать его, максимально поддерживать его. И говорить у себя получится, все будет хорошо, не беспокойся, ты выступишь, ты расскажешь, ты получишь, там, не знаю, пятерку или там и так далее. Потому что с младшим сыном я замечаю, это очень важно, вот постоянное подпитывание, вот, как бы подбрасывать дрова в огонь, чтобы он ощущал, что у него получится. Со старшим это гораздо легче, так что вот так. Я себя сейчас почувствовала на месте вашего младшего, мне тоже необходимо подпитывать. Да, ну, возможно. Мне кажется, людям это очень важно, когда им все же говорят, что это хорошее и доброе. Но мы сейчас говорим о вас. Для вас, кстати, неожиданностью было назначение на должность советника министра цифрового развития и транспорта? Неожиданностью, в какой-то степени, да. Меня пригласил господин министр, и на тот момент я работал в частной... Наш телоскрат. Наверное, он и этот момент вообще назначения министра, и его предложение присоединиться к команде министерства цифрового развития и транспорта, было неожиданным. Но на тот момент, скорее всего, я просто оценил ситуацию и счел, что для меня человек, который провел около 20 лет, ну, на тот момент уже около 20 лет в частном секторе, и на тот момент, вот, как бы, в том возрасте, в котором я был, в психологическом состоянии, мне кажется, я тогда уже был готов для того, чтобы перейти в госсектор. И я это говорю не в какой-то степени, чтобы, ну, как бы, может быть, себе цену набить, а в большей степени для того, что переход из частного сектора в госсектор – это, ну, довольно серьезный переход, серьезный шаг для любого человека, вне зависимости от того, живем мы в Азербайджане или в Соединенных Штатах Америки, тот факт, что ты всю жизнь работал совершенно в иной атмосфере, и вдруг ты переходишь в совершенно иную, новую атмосферу для себя, как ты в ней будешь себя реализовывать, насколько это для тебя, это очень много вопросов, которые на тот момент, наверное, я, как бы, ну, я не был уверен. Но на данный момент я могу смело сказать, что я совершенно не жалею о своем решении, и вообще считаю, что, наверное, я мог бы уйти и раньше. Но вы осознали, что от вас многое теперь зависит? Уровень ответственности у чиновника бесспорно очень высокий, потому что никак не умаляя достоинства людей, которые работают в частном секторе, бесспорно и они отвечают за свою команду, за те обязательства, которые они взяли перед руководством, перед, скажем, перед хозяевами, перед, как-то модно говорить, стейкхолдерами, да? Да. Но в данном случае, когда мы говорим про госсектора, очень важно понимать, что любое решение, которое ты принимаешь или в котором ты участвуешь, оно в итоге отражается на гражданах. Да? Будь то почтовый сектор или услуги почтового сектора, будь то транспортный сектор, городской транспорт, начиная от, знаете, от автобусов до скутеров, железная дорога или авиация. Любые решения, и если ты в них играешь хоть маленькую роль, бесспорно чувствуешь огромную ответственность, что это будет потенциально влиять на жизни, на благосостояние, на удобство сотен тысяч людей. Три года фактически вы уже на должности чиновника, как вы меня поправили. И за это время Министерство связи и транспорта стал одним из тех локомотивов, которые помогли провести в Баку, в Азербайджане, два масштабных мероприятия. Это и в космической отрасли спустя 50 лет, и то, что технофест, фестиваль. Я помню ваше выступление. И там уже вы были совсем не интроверт, конечно. Насколько они важны? Чему вам удалось научиться, возможно, благодаря этим мероприятиям, проведению этих мероприятий? Технофест – это международный фестиваль авиации, космонавтики, технологий. Он является турецким брендом. И пришел в Азербайджан благодаря, естественно, братским отношениям наших народов. Впервые за историю этого фестиваля он пересек границу Турции и был проведен за пределами Турции. И этой страной стал Азербайджан. Для нас это была большая честь. Бесспорно, тот факт, что на само мероприятие прибыли и президент Азербайджана, и президент Турции тоже являлся знаком событиям. Знаком в отношении того, что оба президента продают огромное значение развитию потенциала, именно технологического потенциала своих стран. Плюс то, что они продают огромное значение развитию человеческого потенциала. Ибо Технофест в действительности это прежде всего фестиваль для детей, для молодежи, для подрастающего поколения, которому мы пытаемся привить любовь к точным наукам. К математике, к физике, к химии, к биологии, ну, и, соответственно, к технологиям и так далее. Я думаю, что тот факт, что около 300 тысяч посетителей пришли на Технофест в течение четырех дней, который, этот фестиваль в Балаку, это рекордная цифра однозначно для Азербайджана, скорее всего, даже, наверное, для региона. И это был бесспорно праздник технологий. Что касается уже международного, да, конгресса по астронавтике, здесь мероприятие с большой историей. Оно проводится уже десятки лет. И, как вы правильно заметили, 50 лет тому назад оно было проведено, этот конгресс уже был проведен в Баку. Тогда этому, инициатором этого стал покойный ядра лидер. Вообще-национальный лидер. Лидер. И сейчас, 50 лет спустя, в 23-м году, еще раз Азербайджан стал, как бы, принял этот конгресс. Здесь немножечко другая составляющая. Бесспорно, есть тот же самый фактор привить молодежи любовь и желание заниматься техническими, брать технические специальности, заниматься точными науками. Но, кроме этого, еще тот факт, что Азербайджан, как страна, хочет идти и движется вот именно по этому вектору, по вектору развития технологий. Что Азербайджан, да, мы молодая страна, бесспорно, мы не можем конкурировать с Францией, Германией, с Индией, Китаем или Россией в области космических исследований. Ну, это как бы неоспоримый факт. Но при этом мы, у нас есть амбиции, здоровые амбиции, и мы хотим, чтобы и наша страна, которая, кстати, является, ну, как бы, полноправным членом космического клуба, при этом также стала полем для обсуждений таких мировых проблем. Ну, и, как вы знаете, одним из гостей, хоть даже и в онлайн-режиме, стал Илон Маск, бесспорно, как и все. Мы все ждали так. Конечно, конечно. Ну, вы знаете, с Илом Маском предугадать его поведение очень сложно. Я думаю, что тот факт, что он присоединился к нам даже в онлайн-режиме, был, конечно, огромным плюсом, еще раз подтвердившим калибр этого мероприятия и, ну, как бы, тот факт, что Азербайджан с честью и достоинством бесспорно на высоком уровне провел это мероприятие. Бесспорно. Здесь про молодежь хотелось бы спросить. Получается, у нашего молодого поколения конкурировать как раз на международной арене именно в области цифровых технологий. Очень много спорных моментов и очень много таких скептически настроенных людей. Я не буду озвучивать, что они говорят, но скептиков много. Я думаю, мы все в той или иной степени благодаря наличию интернета и доступа совершенно в Азербайджане разные средства массовой информации и, как говорится, и по телевизору видим, и в интернете читаем. Мы прекрасно понимаем, насколько серьезным является технологическое развитие западноевропейских стран или США. Мы видим примеры, когда молодые ребята, там, 25-ти или 26-ти летние молодые ребята становятся миллиардерами, потому что у них выстреливает, так говоря, какие-то стартапы. Я прекрасно понимаю, не только я думаю, что мы все это прекрасно понимаем и осознаем. Возможно ли это в Азербайджане или почему мы до сих пор не, скажем, не родили на свет вот такого успешного, гениального, молодого парня или девушку, которые могли бы стать следующими илоновыми масками. Я думаю, здесь необходимо все-таки быть, ну, как бы, надо быть честным с самим собой и с тем, что Азербайджан долгие годы, ну, на самом деле, почти 30 лет жил в состоянии войны, ну, или, если скажем так, замороженного конфликта, который бесспорно оттягивал огромное количество энергии в прямом и переносном смысле нашего государства. Очень сложно, на мой взгляд, иметь такую проблему и параллельно вкладывать огромные средства, огромные деньги в развитие технологий. Я считаю, что сейчас, вот, после восстановления нашей полностью же, как бы, нашей территориальной целостности, для Азербайджана начинается новая эпоха. Я думаю, она и в прямом смысле новая эпоха, то есть мы бесспорно поставили точку на самой большой проблеме, но и она метафорически новая эпоха, то есть в сознании людей произошел некий скачок, некоторое изменение, что мы перешли в новый статус, мы уже полностью, как бы, целостное государство, и теперь можно и ресурсы, и внимание уделять не только на восстановление этого проблем, но и на созидание. И я считаю, что сейчас, я просто приведу несколько примеров, у нас есть целая масса программ, включая наше министерство, которые посвящены именно росту и развитию молодежи в области технологий. Это самая популярная программа, наша называемая TechNest, это на самом деле некий зонд, под которым находится целый ряд мини-программ, цель которых это привить за короткий период времени, 3, 6, 9 месяцев, молодым, и не только молодым, то есть не будем дискриминировать по возрасту, навыки, которые можно потом использовать, навыки IT, IT-индустрии. Эта программа также касается и регионов, не только Баку. Есть целый ряд регионов, в которых также проводятся такие тренинг-курсы, которые направлены на рост и развитие нашей молодежи. Есть целый ряд программ Академия кибербезопасности, которая совместно с израильским институтом TechNion проводится в Азербайджане. Очень-очень перспективная программа. Мы планируем в течение трех лет провести через нее около тысячи людей. Я могу продолжать, но суть в том, что сейчас наше государство и в частности наше министерство очень серьезно относится именно к возможности, необходимости вкладывать ресурсы в развитие нашей молодежи. Можно один такой вопрос? Да, пожалуйста. А что для вас значит патриотизм? Патриотизм? Ой, ну, если сразу то, что приходит в голову, конечно, любовь к родине. Что такое любовь к родине? Это желание не только получить, но и в какой-то степени вернуть или отдать. Получить, ну, это понятно, что каждый из нас получает свободу, он получает возможность обучаться чему-то, достойно жить и так далее, но когда я говорю про вернуть, это, наверное, то, что ты, как человек, можешь делать во благо твоего народа. И это, наверное, может звучать немножко высокопарно, во благо народа, но если мы ограничим, уберем слово народ и заменим это во благо твоей семьи, более широкой семьи, во благо дома, в котором ты живешь, во благо организации, в которой ты работаешь, да хоть класса, в котором ты учишься или школа, где ты преподаешь, я думаю, тогда вот это понятие общины, то, что англичане называют комьюнити, вот эта общественность людей, если ты пытаешься вернуть ей вот добром то добро, которое получил, я думаю, для меня это и есть патриотизм. Спасибо вам за такую формулировку, я люблю Азербайджан. А карьерный рост, каким вы его видите в себе? Карьерный рост, я считаю немножко переоцененным понятием, да, конечно, мне 45 и возможно в глазах определенной группы людей я пошел по карьерной лестнице и достиг чего-то, я этого не отрицаю и как бы благодарен судьбе и ничему не жалуюсь, но я считаю, что люди, которые думают о том, что вот сейчас я дойду до этого уровня карьеры и вот тогда я заживу или будет все прекрасно, я думаю, они немножко заблуждаются, потому что счастье или ощущение довольства, удовлетворения оно не очень сильно связано с тем рангом, который ты занимаешь на служебной лестнице, на карьерной лестнице. Для себя я не планирую, если честно скажу, я вообще никогда не ставил перед собой цель вот перейти на следующий уровень карьерной лестнице. Постоянно, когда я поднимался и будучи в частной организации и получив вот это назначение, я не просил об этом. Складывалась так судьба, если хотите, или обстоятельства. Мне делали предложение, я его принимал, если считал его целесообразным для себя, но не ставил это вот во главе угла и не смотрел на это, как на путеводную звезду. Я считаю более важным для человека это рост не по карьерной лестнице, а рост внутренний. Если ты становишься лучшей версией себя через год, ты молодец. Еще лучшие версии через два года, ты просто супер. Получил ли ты при этом должность старшего сотрудника, более старшего сотрудника, менеджера и так далее, это, на мой взгляд, не самый лучший путь для того, чтобы искать реально самореализацию? Ну, вместе с тем необходимо учитывать, какое у тебя окружение, ведь благодаря этому ты и растешь и становишься лучшей версией себя. Думаю, вы со мной согласитесь. Можно, перефразировав один из вопросов, я тогда вам скажу так. Вы поправили по поводу, я написала, что почему вы пошли в политику, вы сказали, что это больше именно вот вы стали чиновником, да, из частного сектора, перешли в госсектор. А если бы у вас была возможность все же пойти в политику, вы как, решились бы на это или как с госсектором уже не пошли бы? Я никогда не рассматривал политику как область, в которую бы хотел попасть. Я... Почему? Вы знаете, политика это очень очень серьезное занятие. Я считаю, если человек занимается политикой, то он должен быть на все сто процентов уверен в своей правоте, в правильности и правоте своего дела, своих, не знаю, желаний, своих стремлений и того, к чему он хочет привести за собой массы. Это огромный уровень ответственности. Если честно, я не считаю, что я когда-либо рассматривал такую возможность. И более того, я думаю, что для меня всегда было важно заниматься любимым делом. Любимое дело для меня на протяжении уже, наверное, почти 15 лет это на самом деле передавать свои знания другим людям. Если мы говорим про искреннюю любовь, то, что предоставляет мне удовольствие, даже, может быть, придает определенное качество энергии, это преподавать. Я это, ну, как бы, конечно, по возможности и в рамках того, что я могу успевать, как бы, совмещая свою работу в министерстве. Я преподаю иногда по субботу, иногда после рабочего времени. Для меня это то, что я делаю, на мой взгляд, хорошо, то, что однозначно доставляет мне удовольствие, то, что, как я слышу и вижу по отзывам студентов или участников тренингов, которые я провожу, то, что им приносит пользу. И вот, когда я вижу, что человеку, как помните, я в начале нашей программы сказал, что для меня высший комплимент, если человек обращается и говорит, что, Рашад, я вот воспользуюсь этим советом. И исправил и внимание, и это мне помогло. Не то, что я прав, я убираю в сторону категоризацию, я прав и я не прав, потому что все относительно, в какой-то момент я могу быть прав, а в какой-то неправ с тем же советом. Когда человек говорит, я использовал вот то-то твое высказывание или твой совет или твою рекомендацию или методологию, для меня это реализация. Вот та самая самореализация, что я кому-то помог. И для этого не нужно идти в политику. Возвращаясь к Министерству цифрового развития, очень важно есть такое понятие цифровой след. Ну, а чиновнику необходимо все же вести размеры, но цифровую жизнь, чтобы как-то не оставлять за собой так называемый цифровой след. Какие у вас есть вот такое модное слово лайфхаки? Просто, чтобы убедиться, что мы говорим как бы и пользуемся одним и тем же термом, для меня цифровой след это когда человек пользуется соцсетями, веб-сайтами, да, что-то покупает или какие-то просмотры, просмотры и странички, он заполняет определенную форму, то за ним остается определенный след, то есть его имя или возможно посещение какого-то сайта совершенно верно и соответственно посты в соцсетях. Я считаю, что тот самый цифровой след и быть аккуратным с цифровым следом нужно любому человеку, то есть я бы не стал сейчас делить это по принципу госчиновник или гражданин, но наверное касательно госчиновника скажем так для госчиновников есть и не только для госчиновников, но для них в частности есть понятие документов, с которыми они работают и некоторые из этих документов естественно могут иметь конфиденциальный характер, могут иметь характер даже секретный, а не только конфиденциальный. И естественный человек, который, ну давайте я дам самый простой пример, обменивается по вотсапу с коллегой документом, который может, ну как бы, у которого есть гриф конфиденциальности, да, конечно, это однозначно опасное поведение для чиновника. Я не говорю, что это умышленное опасное поведение, но однозначно оно чревато плохими последствиями, потому что, как мы знаем, не только вотсап, но и многие другие чат-приложения, они далеко не всегда безопасны и могут быть, как бы, подвергнутся взлому, и соответственно, дальше уже документ может попасть в не самые добрые руки. Что касается соцсетей, то тут очень важно, я думаю, понимать, что чиновник всегда остается чиновником, даже вечером сидя на диване и копаясь в соцсетях и, я не знаю, сидя в такси по дороге на работу, отмечая лайки или дизлайки или какие-то комменты на определенные высказывания, а уж тем более выставляя определенные посты, которые могут быть восприняты аудиторией как мнение данного чиновника, а не как мнение Рошада Байрамова, гражданина Азербайджана, который решил просто вот как бы быть немножко фривольным в своем высказании. Однозначно, я думаю, это тоже правильное замечание, что, конечно, каждый чиновник должен понимать, что он прежде всего представляет ту организацию, ту министерство или ту ведомство, ту агентство, в котором он работает и в рабочее, и в нерабочее время. К сожалению, а может быть и не к сожалению, очень сложно, если не сказать, невозможно отделить человека, гражданина простого обывателя от того самого чиновника. Поэтому, конечно, нужно быть внимательным. С вами очень интересно беседовать, и одной программы не хватает. К сожалению, время наше на исходе, поэтому буквально в течение одной-двух минут очень короткие вопросы, короткие с вашей стороны ответы. Как вы относитесь к журналистам? Хорошо. У меня очень много друзей-журналистов. Хорошо. Какой грех, какую слабость вы не простите, не любите в людях? Какой грех? Не люблю в людях? Да. Слабость, возможно, что вас смущает, что вам не нравится. Ой, список очень длинный, наверное, первое, что мне приходит в голову, это зависть. Зависть. Хорошо. Каким талантом вы бы хотели обладать? О, читать мысли людей. Потрясающий талант. Где вы были больше всего счастливы? В детстве, если мы говорим про временной отрезок. Да, можно и временной отрезок. Слово-девиз. Слово-девиз. Все будет хорошо. В гостях передачи без посторонних не секрет Рашат Байрамов находился. Он советник министра цифрового развития и транспорта. Благодарю вас за уделенное время. Я напомню нашим телезрителям, что в эфире телеканала СБС не смотрели передачу без посторонних не секрет. Всего доброго им и нашему гостю. Удачи вам на вашей должности. И все же ждем вашу третью книгу. И спасибо за то, что написали предыдущие две. Спасибо. Спасибо за приглашение, за интересную беседу. Я тоже надеюсь, что это будет полезно для тех, кто будет смотреть нашу программу. Благодарю еще раз. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok